Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую веду уже много лет. Я журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня один из нас хочет поздравить всех, кто причастен к самой созидательной, самой конструктивной профессии. В буквальном смысле он создает конструктивы. Я поздравляю всех коллег, поскольку немного причастен к профессии тоже с Днем Строителя. И сегодня мы хотели бы поговорить не только о строительстве, не только о городах, о коммуникациях, о проектировании, о фундаментах, но немного о жизни. С человеком, на самом деле, удивительной судьбы. Давайте мы начинаем. Я представлю своего героя. Ну, все мы помним начало 90-х годов. И я с радостью представляю Валерия Колодезникова, одного из первых народных депутатов от Якутии, депутат Верховного Совета РСФСР созыва 90-го года. Так же? Да. Я видел фотографии молодости. Вы очень-очень, кстати, были похожи на Брюса Ли. Сравнивали многие? Ну, да. Было такое. Было такое, да. Похоже на Брюса. Ну, давайте, вот первый вопрос, с чего мы оттолкнемся. Валерий Николаевич, все мы смотрим, читаем периодику, смотрим интернет, читаем всякие. У нас очень много сейчас развита свобода слова. Любая бабушка, имея на руках WhatsApp, она может считать себя ньюсмейкером, может создавать свои какие-то новости и так далее. Вот сейчас слово депутат, оно не то, что ругательное, оно означает то, что человек обладает какими-то льготами, какими-то привилегиями, возможно, имеет какой-то достаток. В 90-е годы вы считали себя большим тайоном? Ну, во-первых, в 90-е годы в союзный парламент и в парламент Российской Федерации были избраны простые люди. Руководители предприятий, рабочие, врачи, работники исполнительных органов. Выборы в то время были свободные, проходили совершенно без больших денег. Не было никаких политтехнологов? Да, не было никаких политтехнологов. Ездили, встречались, проводили там в течение одного дня до десяти встреч. Вот так за себя агитировали. Главное, не было никаких денег, не было давления ни с партийных органов, ни с общественных организаций. Кто больше народу понравился, кому была программа более для народа, как говорится, приемлемая, тех и избирали. Это были первые и последние свободные выборы. Вы считаете? Да. Это мое мнение. Ну, наверное, мнение многих. И после того, когда депутаты, ну, как говорится, отслужив свой срок, отдав народу, как говорится, ну, отслужив свой срок, не богатели. Во всяком случае, из нашего состава, даже кто сейчас работает, ну, остался при власти, нет таких миллиардеров, миллионеров. Я, допустим, в октябре 93-го года участвовал в известных событиях, и когда, значит, пришлось возвращаться к себе Якутию на родину, у меня даже не было денег на обратный билет, пришлось занимать. Вот таким мы были в то время депутаты. Нынче слово депутат, ну, синоним какого-то ругательного, да, то есть депутат, значит, ну, человек, который еще раз. А придя в Москву из Мерлингри, вы ощутили какие-то привилегии, какие-то льготы? Ну, все-таки депутат Верховного Совета РСФСР, одной крупнейшей союзной республики, да, это не последними человеками. Да, во-первых, статус у нас был намного выше, чем статус у нынешнего депутата Госдумы, потому что, ну, на первых порах у нас через наш парламент утверждение проходил каждый министр РФ. Поэтому с нами считались, исполнительный власт нас побаивалось, естественно, и более, ну, как бы, быстрее отвечали на наши вопросы, когда мы обращались по каким-то нужным своих избирателям. Сейчас, к сожалению, статус у депутатов, ну, намного ниже, чем у нас был, и поэтому, ну, и, может быть, еще исполнительный власть умышленно дискредитирует этот орган власти, чтобы быть единоличным, как бы, хозяином в стране. И поэтому, ну, как бы, действительно сейчас слово депутат, само слово, оно как-то, это нехорошее, не ценится, да. Ну, а с кем из вашего созыва Верховного Совета, вот, вы дружите до сих пор, кого бы вы хотели отметить именно в того созыва? Ну, во-первых, Зоя Афанасьевна Корнилова, Андрей Кривошапкин, ну, это мы, как бы, из десяти депутатов трое сидели в Белом доме в октябре 93-го года. Поэтому мы, ну, я думаю, я к ним лично просто трепетно отношусь, с большим уважением, потому что мы знали, что мы именно так с нами поступят, исход был очевидный, тем более я сидел в одном помещении с силовиками, генералами, у которых, ну, генералами, допустим, по Гран-Войск, МВД, Комитета государственной безопасности, у которых были друзья, к ним приходила информация, и мы знали, что, как говорится, парламент будет разогнан силовым путем. И это было, конечно, тяжело, зная, что парламент так именно закончит, но у нас не было другого выбора, как остаться до конца там, находясь в Белом доме, здании Верховного Совета. Вы один из немногих строителей, основная профессия все-таки у вас инженер-строитель, проектировщик, да, это немаловажно, потому что мало кто может вот эти два сочетания в одном лице проявлять. Один из немногих строителей, который награжден орденом за личное мужество. Давайте мы расскажем немного про эту историю, я-то знаю, но пусть нашите зрители. Ну, это было 19 августа 90-го года, когда я работал в городе Нерингри, короткое время проработал там председателем госполкома Совета народных депутатов района, и в это время произошел захват самолета, рейс Нерингри-Москва. Но так как в то время борт питания не готовили в Нерингри, значит, самолет вначале, ну, как бы залетал в Якутск, брал борт питания, потом дальше летел в Москву. И мне вот домой позвонили и сказали, что захвачен самолет. Ну, естественно, я прыгнул в машину, домчался до аэропорта, там уже были спецслужбы, самолет приземлился, ну, и долго, упорно, в течение многих часов мы вели переговоры, чтобы, ну, не пострадали пассажиры. Преступники, естественно, нервничали, просили оружие, бронежилеты, парашюты, до заправки. И когда эта процедура вся затягивалась, значит, они на третий раз вывели командира конвоя, сержанта или старшины борща, не помню сейчас, но командир борщ был. И прямо мы видели в бинокль, как они приставили, значит, пистолет в виску и кричали в рацию, что последующего не будет, мы его застрелим. Ну, поэтому, как бы, чтобы разрядить обстановку, по совету в то время начальника КГБ, Шестакова, мне пришлось, как гражданскому лицу, пойти на переговоры с преступниками. И, значит, зайти в самолет, успокоить пассажиров, переговорить с захватчиками, успокоить их, пообещав, что я буду настаивать, значит, чтобы самолет отпустили, дозаправили. Нам не нужны, тот случай, помните, был с ансамблем Овечкиным, когда спецназ штурмовал и погибли там очень много людей безвинных. Поэтому я думал, зачем, значит, это задерживать его силовым путем, все равно, куда бы самолет не улетел, значит, его все равно вернут. Ну, естественно, как представитель горсовета, я и как народный депутат Российской Федерации, я настаивал перед руководством штаба, который вот занимался этим процессом, настаивал, чтобы самолет выпустили. Ну, естественно, самолет выпустили, он улетел в Пакистан, после этого преступников, ну, по ихним законам, значит, осудили, ну, пожизненно. Там у них нет, ну, обычно расстреливают, но их осудили пожизненно. Ну, после этого, значит, где-то лет через 10-12 их выпустили. Там трое погибло в тюрьмах, потому что там очень, как говорится, содержание не как в наших тюрьмах, еще жестче. И как странно, как ни странно, значит, вот там был Андрей Исаков, один из руководителей этого захвата, он нашел меня через 10 лет и пришел ко мне в гости в Москву. Посидели, выпили, поговорили, ну, он так сказал, я бы, говорит, не решился бы, ну, вы, говорит, тоже безбашенный, как я, я бы не решился на этот поступок, для чего бы, говорит, рисковать ради каких-то посторонних людей. Вот эта эпопея там и закончилась. Правда, через месяц или через два его убили в бандитских разборках. Андрей Исаков. Ну, он недалеко ушел, да, и, в принципе, да, я бы тоже присоединился. А не странно ли то, что, вот, преступник, да, бандит, организатор вооруженного захвата, приходит к вам, пьет чай? Ну, я, честно говоря, не понял его Димарш, ну, видимо, ему хотелось увидеть. Он, когда я заходил в самолет, он стоял в хвостовой части с автоматом в руках. Ну, и, естественно, конечно, было неприятно, человеческий фактор, все преступники были на взводе, ну, мог произойти случайный выстрел, может быть, да, ну, неприятная картина была. Это не последняя, скажем так, боевая ситуация в жизни Валерия Николаевича. А о том, что происходило в другие годы, при других обстоятельствах, мы расскажем сразу после рекламной паузы, которая, к сожалению, моему очень большому сожалению проживает, как только мы начинаем разговариваться, и сразу команда в ухо проживается на рекламу, рекламу прямо сейчас на канале НДК. Мы продолжаем программу «Один из нас», и один из нас на канун Дня строителя, очень такого созидательного, конструктивного праздника, разговаривает с носителем профессии, одним из заксакалов Якутии, бывшим, не то слово, просто народным депутатом Верховного Совета РСФСР, Сузова 90-го года, 1990-го года, Валерий Николаевичем Колодильниковым. Валерий Николаевич, ну, вы недорассказали в первом нашем блоке, как потом случилось награждение, как награда нашла своего героя. Именно за этот поступок вы были награждены орденом за личный мороз. Да, это боевой орден, я этим орденом горжусь очень. У меня много людей, то есть друзей в силовых органах, и они тоже мне завидуют искренне, да. Ну, мы все советские люди, советское воспитание. Ну, я, допустим, с детства мечтал стать героем Советского Союза. Я, допустим, когда фильмы смотрел, очень завидовал тем людям, которых на груди был вот этот знак героя Советского Союза. Ну, мы вообще советские люди, значит, та плеяда людей, воспитана на подвигах Павла Корчагина, Алексея Мересьева, ну, и многих других героев Советского Союза. Поэтому орденом наградили, но я считаю, что, как говорится, может и заслуженно, но это тоже, как говорится, как бы карточная игра. Кого-то награждает, кого-то не награждает. Я потом после этого более серьезно попадал в ситуацию. Давайте вот расскажем про Болисе. 90-е годы. Гордая Ичкерия объявляет о линии на отделение от, скажем так, вообще от Союза как такового. Ну, пока еще не мятежный, но генерал Захар Дудаев устанавливает республики свои, создает фон для того, чтобы, ну, получить независимость. И в это время взбунтовалась Грозненская тюрьма. Ну, это, получается, это СИЗО же получено, больше большой СИЗО. Как вот, расскажите вот теперь про эту историю. Вообще, вот, чеченскую историю отдельно. Там же несколько эпизодов. Да, ну, в октябре где-то 91-го года на сессии Верховного Совета была сформирована официальная делегация от депутатов, народных депутатов Российской Федерации. И в эту делегацию попал я. Спецрейсом мы были переброшены, значит, в Чеченскую республику, в то время Чеченская Ингушская республика. Приземлились на военном аэродроме Ханкала и жили в казармах. Ну, и, значит, искали встречи с генералом Джохаром Дудаевым. В то время он был лидером движения чеченского ингушского народа. Ну, как раз в это время пришло сообщение, что сбунтовала в Чечне тюрьма. Заключенные прорвали все камеры, находятся во дворе. И проявляет, ну, многочисленные попытки, значит, прорвать ограждение. Ну, охрана стреляет, сказали, что есть жертва. И мы, как говорится, четвером, значит, генеральный прокурор Степанков, заместитель министра внутренних дел Аникиев Анатолий Васильевич и депутат из Питера, Ленинграда, Учинский и я, как говорится, поехали в тюрьму. В эту тюрьму. Там действительно, значит, и дети, и женщины, и мужчины находились во дворе. Действительно пытались атаковать, значит, ограждение. И были действительно ранены. Поэтому, значит, нам пришлось зайти туда, на территорию тюрьмы сбунтовавшейся. Значит, генерал Аникиев, я и майор милиции Учинский из Ленинграда. Конечно, было страшно говорить, что, если говорить, что не страшно, это будет лукавством. Вокруг стояли чеченцы, разъявленные спиками, арматурами, заточками, палками. Ну, с чем-то, и нас окружили. А нас туда завел, значит, уголовный авторитет Руслан Лобазанов. И там, значит, на своем языке что-то кричат. Лобазанов что-то им отвечает. И в это время какой-то, ну, тоже, как говорится, безбашенный перепрыгивает забор. И, значит, видимо, убегает. И где-то в 200 метрах или 150 метрах от тюрьмы он получает пулю в спину и убивает его. Поэтому Лобазанов резко говорит, все, уходим. И мы с трудом успели, как говорится, выйти за периметр ограждения. После этого я спрашиваю, значит, охранника чеченца, ну, войскового, что там чеченцы кричали. Он говорит, они кричали, говорит, давай, говорит, этих депутатов, говорит, возьмем заложник и протараним охрану. Они стрелять не будут в них. Вот примерно вот кончилось вот это. Хотя мы на территории, значит, тюрьмы находились минут, наверное, всего 20 или 30. Для меня это эпизод был, наверное, более тяжелый, чем захват самолета. А зачем, с какой целью Лобазанов предложил вам пройти? Это не Лобазанов, значит, этот, как говорится, предложил пройти. А мы хотели вывезти оттуда женщин и детей из этого СИЗО. Потому что там были подростки, женщины, все в одной куче, во дворе спали на матрасах, там антисанитария. И мы хотели, значит, женщин и детей вывезти из этого СИЗО. Чисто гуманитарная. Да, чисто гуманитарная такая позиция. А то, чтобы как бы, ну, как бы прикрыть себя, ну, мы попросили, значит, генерал Аникев спросил, кто из авторитетных людей там, ну, заключенных сидит там именно в этой тюрьме. Сказали, Руслан Лобазанов, его еще послушаю. И у вас шанс есть выйти оттуда, если зайдете. Ну, вот мы пригласили Руслана Лобазанова. Это, ну, мастер спорта по рукопашному бою, авторитетный. Ну, в то время сидел, ну, был помещен под стражу за подозрение в убийстве в Ростове-на-Дону. Ну, поговорили с ним, он согласился нас завести и вывести. Естественно, когда ему кричали, что давай протараним, он говорит, я дал слово мужское. И если вы это нарушите, то вам придется вначале убить меня, потом сделать то, что вы хотите. Поэтому, как к нему относиться, вот я так отношусь, как к мужику, который держит свое слово. Я вообще люблю людей, которые держат свое слово. Чем тогда закончились переговоры с руководством Чеченской республики? Ну, мы потом встречались с Джохаром Дудаевом в гостинице обкома партии. Переговоры шли очень жесткие. Где-то с трех часов дня до десяти часов вечера. Ну, Джохар Дудаев стоял на своем. Кстати, когда мы с ним знакомились, я представился, что я народный депутат из Якутии. Он сказал, что у него вторым пилотом летал подполковник Паша. Но фамилию его не помнил. А он был якутом. Поэтому ко мне он как-то сказал, вот у меня вторым пилотом летал, говорит, Паша Якутия. Это в Афганистане? Это где-то. Ну да, где-то в Афганистане. Ну, давайте немножко перейдем от дел минувших. Вернее, опять же, к делам минувшим, но уже другого, созидательного вот этого. Вы один из отцов, можно сказать, Нерюнгри, столицы Южной Якутии. И уникальный агломерат, который построен по всем правилам. То есть, считайте, что на месте Нерюнгри не было ничего, кроме скалы и тайги. И там вырос прекрасный город. Давайте вот этот момент немножко вашей биографии осветим. Ну, я, во-первых, всегда говорю, что я участвовал в проектировании, я участвовал в строительстве. Я никогда не говорю строю, я никогда не говорю, стараюсь говорить проектировал, потому что и проектированное строительство, это настолько сложный процесс. Коллективный. Коллективный, именно коллективный процесс, что там один в поле не воин. Поэтому, если строитель говорит, что строил, это немножко не так. То есть, любой строитель, даже с огромным опытом, он должен говорить, что я участвовал в строительстве. Поэтому я участвовал в проектировании города Нерюнгри. Меня, значит, в 1972 году я закончил Якутский госуниверситет. Значит, поступил на работу в Институте Якулс-Граждан-Проект. А в то время этот Институт-Граждан-Проект, конечно, был элитным проектным институтом в Якутии. Работало там где-то 600 человек, а в конце 90-х, то есть в начале 90-х годов со всеми филиалами институт насчитывал где-то тысячи проектировщиков. Это была элита инженерной мысли. Поэтому там расти было очень сложно, конкуренция была огромная. Я в 1978 году туда пришел на работу, и в 1972 году пришел на работу, в 1978 году меня назначили главным инженером мастерской комплексного проектирования, он номер 4 по проектированию города Нерюнгри. Ну, город Нерюнгри, вы знаете, он начинался с тайги. Не было ни головных сооружений, не было ни сетей, не было и домов, не было и базы струиндустрии. Это все как бы начиналось в тайге. С нуля? С нуля, с генплана. Ну, я считаю, что действительно, значит, Нерюнгри запроектирован, не нарушая, не в нарушении технологических процессов. Вначале разрабатывался генплан, потом, значит, ПДП детальной планировки, разрабатывались магистральные сети, головные сооружения, котельные, электростанции, прокладывались сети вначале, в первую очередь, потом строились уже дома. И когда дома строились, мы уже знали, какой дом, в какие сети будет подключен, в какую камеру зайдут тепловые сети, и в какой колодец будет подключена канализация. В этом плане Нерюнгри, конечно, намного отличается от Якутска. Не было хаотичной застройки. И почему не было хаотичной застройки, потому что в то время Якутграждан проект по городу Нерюнгри был генеральным проектировщиком. И он контролировал полностью все проектные институты, которые заходили на эту территорию, проектировали. И без Якутграждан проекта даже главный архитектор города Нерюнгри не мог принять решение о посадке каких-то конкретных зданий. К сожалению, в Якутске этого нет. Даже на новых микрорайонах, я имею в виду? Да, даже в новых микрорайонах этого нет, потому что такое законодательство, ну, как бы антимонопольный комитет постоянно в это вмешивается, но я считаю, это неправильно. Потому что именно когда один микрорайон без генерального проектировщика, или в целом город без генерального проектировщика приходят различные проекты института, начинается хаос. А может быть даже, если грубо, то бардак. Давайте мы сразу после рекламы вернемся еще к особенностям и Нерюнгри, и Якутска, поскольку человек, который сегодня у нас в гостях, обладает уникальным опытом в деле проектирования и строительства. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем программу. Один из нас сегодня беседует с человеком, имеющим уникальный опыт в деле проектирования, в деле строительства, участник процессов проектирования и строительства южного нашего красавца, города Нерюнгри. Но не секрет, что Нерюнгри расположен в довольно сейсмичной зоне. Не секрет. Как проектные организации, строители учитывали весь этот момент в деле и проектирования и строительства? Ну, во-первых, город Нерюнгри, там фоновая сейсмичность 8 баллов. Ну, в зависимости от грунтов, то есть расчетная сейсмичность могла снижаться до 7 баллов и могла повышаться еще на 1 балл, до 9 баллов. Ну, естественно, как говорится, при проектировании в условиях сейсмики нужны, как говорится, определенные специальные знания. У нас этих знаний не было, у проектировщиков, якут-граждан проекта. Поэтому мы, как бы, учились во время этой работы. Вообще, вот по городу Нерюнгри, вообще по Южно-Иркутскому ТПК в то время работало 49 научно-исследовательских и проектных организаций. Мы контактировали с многими проектными организациями Советского Совета, с Москогим Прогором, Лензенепом, с СИБом Иркутска, с Новосибирскими институтами. Ну, естественно, мы учились во время работы. И вот кадры проектировщиков, которые выросли в городе Нерюнгри, это кадры уникальные. К сожалению, они сейчас, ну, как бы, много потеряно, этих кадров. Специалисты ушли в лихие 90-е годы, и сейчас восстанавливать вообще будет очень сложно. Не только, допустим, специалистов, знающих сейсмику, проектирование в сейсмических районах, но и просто проектировщиков. К сожалению, проектное дело погибает. Видно это сразу. И, к сожалению, я только могу это констатировать. А учитывался ли при проектировании Нерюнгри опыт узбекских товарищей, которые, ну, там, все мы знаем, что там было огромное землетрясение, да, с огромной разрушительной силой. И, фактически, города Узбекистана отстраивались заново. Это Фергана, это Ташкент. Да, естественно, мы туда ездили, значит, учились у них, консультировались. Были, ну, встречи с проектировщиком, не только узбекскими, ну, и, допустим, в Ириван, в Армению ездили. Или вы знаете, что где-то в 79-м году там тоже были, были большие землетрясения и большие жертвы. Поэтому я как раз был в этой комиссии госстроя Советского Союза, когда случилось землетрясение в Ириване. Погибло там где-то, одномоментно, 60 тысяч человек. И с тех пор у меня очень трепетное отношение к несущим конструкциям. Поэтому и при проектировании, и при нынешней работе на линии, а я на линии уже как строитель работаю почти 25 лет, я очень трепетно отношусь к несущим конструкциям. Можно, как говорится, хорошо отделать здание, можно оснастить инженерией. Но если сам остров, каркас ненадежный, то, я считаю, оснащать такие здания красотой не стоит. Это просто будет обман жителей, которые будут жить там. Я вот отношусь трепетно очень к несущим конструкциям. Валерий Николаевич, ну, я не говорю командировка. Когда я говорю, вот ваша текущая работа, вы работаете в компании АЭП Капитал, заместителем генерального директора. Это второе предшествие, получается, Валерия Колодильникова на родину. Второе. Первый раз вы в 90-е годы уехали в Москву. Кстати, в течение 20 лет работали там в хороших зарубежных компаниях, которые вели строительный процесс в Москве. Набрались там опыта. Вот вы сказали сейчас, одномоментно 60 тысяч человек погибло в Ереване. В Ереване, в Армении. В Армении. В иных населенных пунктах. А вот те страхи, которые в Якутске сейчас аккумулируются, вокруг вот этих намывных песков и так далее. Вы же имели отношение тогда, когда работали в граждан-проекте, к этому проекту тоже, намывным пескам. Вот эти страхи, они абсолютно соответствуют ли каким-либо соображениям реальности или нет? Ну, я в граждан-проекте начинал работу в 72-м году в первой мастерской, которая проектировала город Нерингри. И проработал этой первой мастерской 6 лет. После этого в 78-м году, как я уже говорил, перешел в 4-ю мастерскую, перевели меня в 4-ю мастерскую. Я проектировал город Нерингри. К намывным грунтам, 202-го микрорайона, я имел какое-то побочное отношение, косвенное отношение. У меня друг в то время начальник первой мастерской, главный инженер, до этого был главным инженером. Первой мастерской Владимир Николаевич Яныгин, мой друг хороший, занимался как раз намывом. Проектом намыва, это 202-го микрорайона. Я точно помню, как он говорил, что он просто взял, принял волевое решение для себя и намыв сделал на метр выше. Даже его чуть не наказали, из-за того, что он, ну, как бы, ну, больше материалов затратил на намыв. Что сказать о, как говорится, конкретно о фундировании 203-го микрорайона, 202-го микрорайона? Ну, я не хочу быть, как говорится, экспертным в этом плане, да. Потому что, ну, просто я хочу констатировать, что слишком много сейчас экспертов в строительстве, в проектировании. Люди... Экспертов вот так, кавычка. Ну, я не знаю, ну, я не могу так про них сказать, но я бы в отношении их людей просто бы посоветовал быть немножко сдержаннее, да. Если в моем понимании, с учетом того, что я все-таки проектировал 18 лет, ну, как бы, не гидринколог в этом деле, да, и строил около 20 лет, работал в иностранных компаниях в основном, немецких, австрийских, югославских, я хочу свое мнение сказать, что основание фундаментов, основание, основание, то есть грунты основания фундаментов 203-го микрорайона, они конкурентно способны, значит, с теми фундаментами, которые находятся, ну, вот в центральной части города Якутска. Если даже не луч. Просто не надо нарушать технологии, то есть более серьезно относиться к проектированию, значит, я бы что посоветовал, да, но я еще раз говорю, это мой только совет, это, как говорится, не экспертное заключение. Частное мнение. Да, частное мнение инженера, да, со стороны, не проектировать в подвальных, значит, этот, подвальных этажах офисные помещения с высокой температурой. Автомобильные стоянки можно, но там надо придерживаться температуры, чтобы там было не выше плюс 5, там, плюс 10 градусов. Ну, максимальное, я думаю, плюс 10, а лучше держать плюс 5. Плюс 5. Естественно, надо обратить при проектировании на отвод воды верховодки, дождевой воды, снеговой воды, надо делать ливневую канализацию. Не обязательно эта ливневая канализация должна быть, ну, как бы, в трубах, а просто можно это, во-первых, заасфальтировать надо быстрее всю территорию. Во-вторых, делать какие-то дренажные канавы. И я думаю, что это будет достаточно. Ну, естественно, надо определенным службам следить за температурным режимом коренных пород, которые находятся под подсыпкой, там, на глубине 10-11 метров. То есть мощность вот намыва составляет 10-11 метров на 10-13? Да, 10-11 метров. Ну, если фундаменты жилых домов где-то... Углублены же. Углублены, там, подземные, ну, где-то от фундаментов до коренных пород, где-то еще 3-4 метра. Я считаю, что это огромный запас. Просто надо не нарушать, ну, придерживаться всех норм и требований строительных норм. А то, что там сложная гидрология, вот эти старицы, протоки и так далее... Ну, естественно, это тоже надо учитывать. Надо, да, читывать надо, анализировать надо. Ну, я еще раз повторю, что 203-й микрорайон по техническим решениям, по фундаментам именно, по устойчивости не хуже, а может даже выше, чем дома, построенные в центральной части. То есть с применением... Более, более там, ну, как бы запас прочности большой. Запас прочности большой. Да, это мое мнение. А вот это вот ваше мнение, вот этот ваш опыт, который вы нарабатывали многие-многие годы. Вы сказали мне перед передачей, что в первую очередь гордитесь тем, что во втором слое пришествия, в Якутии, в родную Якутию, вы сделали, как бы сказали, личный вклад в дело того, чтобы оснастить якутян качественным жизнью. Вот эти ваши объекты, которые под вашим личным контролем, кстати, строились, это ЖК «Аврора», они соответствуют ли вот этим требованиям, которые вы только что озвучили? Ну, во-первых, я хочу сказать, еще раз повторюсь, один специалист, даже специалист экстракласса, без хорошей команды, он не может, как говорится, выдать качественную продукцию. Ну, он, конечно, может где-то подсказать, кого-то научить, да, ну, нужна команда. Даже вот, допустим, когда я начинал, значит, в иностранной компании в 95-м году в Москве, там уровень подготовки иностранной компании был другой совершенно, да. Это был первый заход иностранцев в Москву, естественно, там были специалисты экстракласса. Потом, значит, постепенно это все стало размываться. Допустим, иностранцы в то время никогда не поручали, значит, не запускали внутрь здания российских строителей. Российские строители в Москве в то время, ну, где-то с 95-го года по 2000-й год занимались только наружными работами, инженерными коммуникациями подводили. А то, что вот, значит, внутри здания, каркас, инженерное оборудование, это только работали иностранные специалисты. Ну, я вот проработал австрийско-немецкая компания, вот там так было. Потом, когда, значит, конкуренция стала увеличиваться, стали заходить турки на российскую площадку, на московскую площадку, Югославы, естественно, они демпинговали, и немцы, австрийцы этого не выдержали, и они, как говорится, ушли. Естественно... Валерий Николаевич, я перебью, прошу прощения, опять же, реклама. И у нас будет еще возможность договорить про и качество, и, что самое главное, про качество. И поздравить наших коллег с Днем строителя. Увидимся сразу после рекламы. Мы продолжаем программу «Один из нас», и сегодня у нас в гостях один из уважаемых мной лично людей, человек с очень замечательной биографией, Валерий Николаевич Колдезников, который сейчас является заместителем генерального директора одной из строительных компаний, которая ведет строительство промышленных и гражданских объектов на территории Якутии. Валерий Николаевич, мы остановились на качестве. То, что все-таки качество строителей, вот вы работали в иностранных компаниях, в иностранных компаниях культура, качество строительства гораздо иное, чем в российских. Но могут ли наши строители догнать, конкурировать с теми же иностранцами в деле качества? При каких условиях? Ну, давайте вспомним начало 90-х годов, когда на строительство медицинского центра приглашены были, или выиграли тендер, или заключили правительство нашей республики, и заключила договор с иностранными компаниями. Вот первый медицинский центр, мы воочию увидели, как иностранцы строят. По тому уровню мы намного от них отставали. И вот они построили, наши строители тоже участвовали, видимо, по подрядным работам. И именно вот это время являлось толчком повышения качества строительных работ именно в Якутии. Надо просто... После этого еще несколько было бы объектов построено, и уровень, весь уровень наших строителей резко подскочил. Культура производства, значит, техническая оснащенность, техническая грамотность строителей якутий подскочил. После этого опять произошел застой, и якутийские строители крутятся в собственном соку. Поэтому, если бы у меня была такая власть, или такие возможности, я бы еще раз на какой-то грандиозный объект завел бы иностранную компанию, настоящую иностранную компанию, и был бы еще скачок у российских строителей. Почему у нас, допустим, как бы как-то уровень застопорился? Ну, первое, что, допустим, хочу сказать, что деньги совершенно другие. Если здесь мы где-то укладываемся за один квадратный метр, пытаемся уложиться в 45 тысяч, в 40 тысяч, там, или в 50 тысяч максимально, да, за квадратный метр себестоимость строительства, то в Москве это намного выше другие деньги. Естественно, возможность наема хороших специалистов у заказчиков больше. Допустим, там прораб получает, допустим, вот, иностранный прораб получает не менее 3 тысяч долларов, а иногда и 5 тысяч долларов. Это в переводе на наши деньги, по нанимшу курсу, это существенные, ну, существенные деньги, да, на которые можно жить. А здесь прораб получает 50 тысяч, 70 тысяч. Ну, еще сказывается то, что вот с начала 90-х годов в течение 10 лет строительство было в загоне. Были вырублены полностью, ну, не полностью, конечно, но очень большое количество проектировщиков и строителей, которые ушли в торговлю, там, в частные бизнесы и так далее. Очень большой потенциал мы потеряли. И нарабатывать его очень тяжело. Да, и нарабатывать его очень тяжело. Проектировщиков вырастить намного сложнее, чем хорошего строителя. Чтобы стать главным конструктором в советское время, надо было 10 лет как минимум проработать. Чтобы ГИПом стать, это ГИПом и у нас в основном работали бывшие главные инженера строительных управлений, строительно-монтажных управлений. Чтобы руководителем группы в советское время стать, ну, строительное подразделение, надо работать минимум 6 лет. И при том при жесточайшей конкуренции. Сейчас же вот маленькие проектные организации, без инженеров, которые проектируют. Ну, просто проектное дело очень сильно упало. Валерий Николаевич, ну, не жильем, да, но хотя акцент мы расставляем так. Валерий Николаевич второй раз работает в Якутии. И в первую очередь он гордится тем, что сделал личный вклад в дело оснащения качественным жильем Якутия. Вторые моменты это промышленные объекты, это ювелирно-гранильный завод, который в составе ТСР Конголаста работает. Уникальные инженерные решения, да, с кучей современных решений, которые, ну, не уступают абсолютно конкурентоспособные здания, как вы говорите. И круглогодичная теплица, вторая и третья очереди. Давайте о них немного, пару слов, потом перейдем уже к завершающей части. Ну, если говорить о ювелирно-гранильном заводе, ну, это маленькое, небольшое здание, но, правда, оно оснащено центральным кондиционированием. Значит, рабочие места, отдельные рабочие места, индивидуальные рабочие места имеют, как говорится, индивидуальный отсос выработки, ну, выработанной пыли. Вот. Инженер, ну, значит, охранная система там достаточно серьезная. Ну, конечно, построенный объект уступает по качеству московским там строениям, строениям, сооружениям. Ну, мы постарались, имея вот этот инженерный потенциал, который у нас имеется, имея проектировщиков, которые здесь, в Якутии, есть, постарались приблизить по качеству это построенное сооружение, качеству, ну, допустим, центральных регионов России. Угу. Саюри, это уникальные японские технологии, и на чем они держатся? Ну, во-первых, я бы не сказал, что японская технология, это голландская технология, потому что промышленных теплиц не бывает других технологий, что в Турции строится, что в Японии строится, это все равно голландская технология. Ну, может быть, немножко японцы модернизировали эти технологии, но я считаю, что это все-таки голландская технология. Значит, обычно в центральных регионах применяется каркас Венлы, да, но это большие пролеты, большие, огромные здания. У нас, к сожалению, такие, значит, теплицы построить нельзя, поэтому у нас, мы построили шириной каркаса в 17 метров, вот, чтобы, как бы, грунты наши, ну, выдержали. Не выдержали, но работали нормально, да, чтобы успевали в зимний период охлаждаться, и чтобы, значит, фундаменты работали. Вот и все, ну, там ничего уникального нет. Теплица как теплица. Теплица как теплица. На самом деле, как Валерий Николаевич говорит, ничего уникального нет, но на самом деле для человека, который от 90-х годов прожил вот эту вот эпоху стагнации, раньше мы помним, там стояли полиэтиленовые теплицы, да, на том же сырдахе, сейчас стоят там железобетонные конструкции, дело строительства которых внес огромный личный вклад Валерий Николаевич, наш сегодняшний гость. Игорь Леонид Николаевич, у нас все-таки, мы выходим в эфир в канун праздника Дня строителей, давайте вот поздравим немного своих коллег с этим замечательным праздником, пусть это неформально, а так прозвучит. Дорогие коллеги, естественно, я присоединяюсь, как говорится, ко всем поздравлениям, я поздравляю вас с профессиональным праздником, удачи во всем, в этом нелегком вашем труде. И это я, как говорится, знаю, непосредственно, находясь в ваших рядах. Удачи, и чтобы, значит, экономика наша держалась, была работа, и были хорошие проекты. Хорошие проекты. Хорошие проекты, хорошие начинания, хорошие качественные дома, хорошие качественные помещения для всех отраслей экономики. Строится сейчас Жатайское судоверие, наверное, идет какое-то, стагнация вроде бы проходит, немножко начинается расширение. Вот тот же ювелирно-гранильный, абсолютно с нуля здание. То есть, если раньше какие-то здания приспосабливали, сейчас команда проектировщиков, строителей прорабатывает здания с нуля. Уникальный вот этот подземный пожарный резервуар, который позволяет площадь использовать и по второму разу. Но, в принципе, там решений много. И как бы не звучал легкий скепсис в отношении теплицы Юрия, для якутян выращивать круглый год овощи, это уникально. Если раньше только в каких-то оранжереях, в качестве ботанических таких изысканий выращивались культуры, то сейчас в промышленном масштабе и с вводом в строй третьей очереди будет закрыта потребность процентов на 30 уже агломерации города Якутска. И самое главное, вот качественное жилье, жилищный вопрос, квартирный вопрос, к сожалению, портит не только москвичи, портит и якутян тоже. Сейчас очень многие, в первую очередь, смотрят качество строительства. Люди научились, может быть, на горьком опыте, может быть, на каких-то... Они же ездят уже в разные страны, видят качество строительства там, видят качество строительства, которое здесь, и проецируют свои отношения, свои требования к здешним сооружениям и, в первую очередь, к жилью. И я еще раз говорю, очень, на самом деле, горд тем, что плечом плечу, ну, Валерий Николаевич, конечно, прикрывает свою отрасль строительную, я немножко другими вещами занят, но имел отношение во второе происшествие народного депутата Верховного Совета Российской Федерации, Валерия Николаевича Колодезникова, в Якутии, проработать с ним плечо о плечу некоторое количество времени. И я от своего личного имени хочу поздравить всех строителей с профессиональным праздником. На самом деле, ребята, то, что вы творите, это, в первую очередь, заслуживает благодарности всех якутиан, всех жителей нашей республики, которые работают в комфортных условиях, которые проживают в комфортных условиях, в качественном жиле, в качественном производственном помещении. Все это без вас, без вашего командного труда, как говорит Валерий Николаевич, невозможно себе представить. С праздником вас, дорогие строители и от лица телеканала. И проектировщиков. И проектировщиков тоже, потому что строительства без грамотного проектирования не бывает. С днем строителей. Увидимся через неделю. С днем строительства без грамотного проектирования не бывает.